Как же тренируется Златан Иврагимович? Что нужно делать, чтобы стать таким, как Златан Иврагимович? Сегодня мы пытаемся засунуть в свой большой нос тренировочный процесс Златана и понять, что и как нужно делать, чтобы стать похожим на него. Но, конечно же, вы не станете за одну тренировку таким же, как он. Златану 36 лет. Он легендарный футболист, которого знают во всем мире. Сегодня я покажу вам три любимых упражнения Иврагимовича и сам попробую оказаться в его тарелке. Поехали! Рубрика экспериментальная, поэтому если вы наберете 30 тысяч пальцев вверх, то я могу рассмотреть тренировку у какого-нибудь там Роналду или Месси, или кто вам там нравится. Ну, напишите в комментариях. Итак, с чего начнем? Спросите меня вы, а с того, что Ибра много тренируется, отвечу я вам. Помимо общекомандных тренировок на поле и индивидуальных занятий в тренажерном зале, Ибра часто остается на футбольном поле после тренировок, чтобы отточить какие-то свои любимые элементы. Что-то взято из книги «Я ей Златан». Что-то из книги «Жозе Мауриньо особенный». Ну, а что-то я просто нашел по лазе в гугле. Итак, первое и самое любимое от Ибры. Тренировка голевых моментов. Ворота, где стоит вратарь, это понятно. Вот позиция самого Ибры. И четыре конуса по периметру игровой зоны. На каждом конусе есть партнер с мячом. По часовой стрелке, по очереди, каждая дает верхом передачу на Златана, а у того всего два-три касания, чтобы реализовать голевой момент. Выглядит на деле примерно так. Там первый конус, там второй конус, там третий конус, тут четвертый конус. А я буду находиться вот здесь. Естественно, Ибра делает не один такой круг, а 7-10 повторений, когда ему все четыре партнера навешивают, он замыкает. Мы сделали круга три, и дальше у меня язык на плечо. Ну, а самый, наверное, интересный и красивый гол – вот. Далее переходим ко второму упражнению от Златана. Но перед этим... Друзья, вы все прекрасно знаете, как я люблю котов. Вернее, вот этого вот товарища. У меня есть футболка с твоим изображением теперь. А присвал мне эту футболку в магазин «Всемайки.ру». На их сайте вы всегда сможете найти толстовки, свитшоты, футболки. Все это с прикольными принтами и по приятным ценам. Также есть хороший повод порадовать себя или своих близких 14 февраля. Внизу в описании я оставляю ссылочку на сайт и специально для вас скидку в 10%. Следующее упражнение называется «Создание голов в режиме большой опеки». Суть в том, что сначала делается несколько выходов один в один с вратарем. Затем добавляется защитник. Затем добавляется два, три и так далее. Ибра начинает свое движение метров с 30-40 от ворот. И прикол в том, что даже если защитников много, ему не обязательно обыгрывать всех. Его задача забить гол. Может ударить издалека, может обвести опять же всех. А вот защитники любой ценой должны отобрать мяч у Ибры или просто-напросто не дать ему забить. Я тоже, блин, попросил ребят, чтобы они мне ни разу не поддавались. И это был пипец. Потому что в этом упражнении я реально просто умер в подыхалке. Начинается все очень просто. У меня выход один в один с вратарем. В принципе, я должен 100% забивать. Это было слишком красиво. Слишком. Мать твою, а с защитником это сложнее. Ой, что же будет с двумя? Вы даже не представляете, как это тяжело с точки зрения отдыхалки. Пацаны ничего не дают сделать. Это очень сложно. Соберись. Не, ну серьезно. Не, знаешь, был бы просто, если бы хотя бы, ну не просто, а проще. Если бы хотя бы был бы один, ну типа со мной. То есть, да, конечно, если у тебя есть два человека, ты хотя бы в момент, когда вы выходите в одного-вдвух защитников можешь отыграться. Ну и, конечно же, так же, как и многие, Ибра после тренировок любит уделить особое внимание для штрафных ударов. Ой, как здорово! Ой, как здорово! Ой, извини. Я не уверен. Я честно, клянусь, никто же не поверит, что это с первого раза. Готов? Еще в этом видео я бы отметил особое упражнение, которое использовал Жозе Муриньо во времена, когда он тренировал Интер и, опять же, там играл Ибрагимович. Нам просто не хватило бы народу, чтобы его вам показать. Делалась подача с уголового флажка, а внутри штрафной находились футболисты. Но кто из них атакующий, а кто из них защитники, они между собой не знали. Каждый раз вратарь давал им новые задания. То есть, он шептал на ухо, ты защитник, ты нападающий. И пока вот все не разделятся на две команды, и, соответственно, все пытались сыграть по первому мячу. Но Риня считал, что это развивает скорость мышления и реакцию. Ну что ж, друзья, сегодня мы пытались тренироваться, как тренируется Златан Ибрагимович. Пацаны, вам хоть понравилось? И напомню, если вам хочется видеть продолжение этой рубрики, что-нибудь еще тренировку разберем, пишите об этом в комментариях и ставьте большие пальцы вверх. Внизу в описании я оставлю ссылочки на парней, которые меня в этот раз очень выручили, с удовольствием со мной потренировались и, я надеюсь, хорошо привели время. Спасибо огромное пацанам, которые согласились мне помочь и поучаствовать во всем этом тренировочном процессе. Ну а с вами был Герман Эль Классик. Увидимся совсем скоро и по традиции. Вот здесь и вот здесь появляются два видоса, на которые вы можете нажать и посмотреть, как закончится смотретьец. А этот вы уже смотреть закончили. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...